Образец ажурно-фанговый. Образец необычный и относится к таким довольно-таки кропотливым, потому что он требует внимания, сосредоточенности и часто смены игл и петель в рисунке. Рисунок основан на том, что мы снимаем петли с игл в определенном порядке. У меня рисунок уходит сбок, поэтому каждый раз мы смещаемся на одну петельку. Вот эта петля у меня была в заднем нерабочем положении. Я вижу здесь один накид, поэтому беру следующую и переношу петельку на правую иголку. Через одну переношу петельку на правую иголку. То есть у меня получается, ну и здесь соответственно две петли назад, вот так вот. То есть у меня получается две иглы стоят, третья уходит в заднее нерабочее положение. Две иглы стоят, третья в заднее нерабочее положение. Рисунок кропатливее, требует усидчивости и внимания. Но приноровившись немножко, все будет просто. В заднем нерабочем положении иголки ставим, в переднем поправили их, проверили язычки. И пользуемся линейкой 2 к 1 или 1 к 2. Если нет, выдвигаем руками. С левой стороны от иглы, стоящей в заднем нерабочем положении от нашего пропуска, выдвигаем иголку в переднее нерабочее положение. И двигаем их все. То есть у меня получается четкий порядок. В рабочем положении, в нерабочем положении, в переднем, в заднем нерабочем положении. Игла в рабочем положении, в переднем нерабочем, в заднем нерабочем. В рабочем положении, в переднем нерабочем, в заднем нерабочем. Вот такие вот маленькие иглачочки. Четыре ряда я провязываю. Вязать лучше свободненько, потому что вот это у меня достаточно плотная вязка. Если вы провяжете на свободной рыхлой вязке и тоненькими ниточками, будет очень ажурный вариант. Так он такой плотненький, можно сказать. Не зимний, но шерстяной вариант очень красив. Но если его вязать ажурно и из тонкой пряжи, будет просто очень-очень изящный и такой очень интересный вариант. Ставим все-все-все иголки в работу. И из заднего и переднего нерабочего положения. Все иглы работают, вообще все. Один ряд. Закончили один маленький яблочок. Это был маленький кусочек рапорта. Теперь, какая у меня иголка стояла в передней рабочей положении. На ней один накид. Вот то, что мы сейчас провязали один ряд. Значит, я беру следующую. И переставляю петлю на соседнюю иглу. Все, делаю то же самое, с чего мы начали. Две иголки, третья. Две иглы работают. С третьей иголки петельку пересаживаю на следующую. Две иглы в работе, третья в заднем нерабочем положении. Иглу пересаживаю в правую сторону. Две работают, третья сзади. Две работают, третья сзади. Выставили. Те иглы стали стоять, те я поправляю. И крайнюю левую иголочку от иглы стоящей сзади выставляю в переднюю нерабочую положение оптом. Четыре ряда. Все-все-все иголки в работу. И один ряд. Вот такой замечательный получается рисунок. И повторяю все то же самое. У меня накид один стоит на этой иголочке. Потому что здесь была игла, здесь была дорожка сзади нерабочего положения. Значит я беру следующую иголку и переставляю ее на правую иголку. Две в работе, третья уходит назад. Рисунок простой. Он постоянно двигается в одну сторону. Можно вести в одну сторону, можно вести в другую. Как вам удобно. Но если вы поведете его в левую сторону, то соответственно и пересаживать петли вам тоже надо будет в левую сторону. Идти назад, идти все вперед. Все пересадили, поправили иголочки. Крайнюю левую углу от рисунка, от иглы стоящей в заднем нерабочем положении, ставим вперед. Четыре ряда проверки. Четыре. Все-все-все в положении. Рисунок вот такой. Вот так он будет выглядеть. Вот его вид с лицевой стороны. Очень такой интересный, необычный.